Всех приветствует канал Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайт gagadji.com Нескучный сайт о технике В сегодняшнем видео интересная тема, как выбрать пауэрбанк, который не будет пылиться в шкафу Предусмотрительный человек без пауэрбанка нынче не выйдет из дома При том, что еще пара-тройка таких же у него дома лежат Пора признать, внешние аккумуляторы стали для нас расходным материалом Ибо они теряются, ломаются, отдаются другу на поносить И возвращаются не чаще одолженных ручек или зажигалок, то есть почти никогда Кроме того, это универсальный презент приятелям, коллегам и одноклассникам Энергия нужна всем и всегда При всем кажущемся однообразии ассортимента Сегодня видим на рынке пауэрбанки разные и интересные Тут вам и красивые дисплеи, и беспроводные зарядки, и неожиданные форм-факторы, и встроенные роутеры Да и в плане запасаемой емкости разлет немалый Хоть для телефона на чуть-чуть, хоть для ноутбука по горло Итак, давайте в этом видео разберемся, какие же требования нужны к нашим любимым пауэрбанкам Итак, первый вопрос нашего видоса На что обратить внимание при выборе портативного аккумулятора? Итак, самая первая фишка – это емкость внешних аккумуляторов Это ключевой показатель для любого пауэрбанка Измеряется в миллиамперах, умноженных на час, или миллиампер-час, по-простому Если просто это то количество энергии, которое само зарядное устройство способно накопить Обратите внимание, накопить, но не передать Ибо при передаче от аккумулятора смартфону часть энергии уйдет на всякие поразительные вещи Часть будет утеряна или превратится в тепловую энергию и так далее Запомните, что всегда около 30-40% от заявленной на маркировке пауэрбанка энергии уйдет в потери Так что, если, к примеру, вы приобрели внешний аккумулятор на 10 тысяч мАч А для полной зарядки вашего смартфона нужно 2500 мАч Это не значит, что можно будет полностью зарядить его 4 раза Дай боже, если 3 выйдет, условно потери составят 25% Это слишком оптимистичный прогноз Но в целом, если ваш пауэрбанк нужен только для поддержки штанов телефона Тем самым, 10 тысяч мАч вам за глаза хватит Если же вы планируете регулярно заряжать не один смартфон, а несколько Или тем паче ноутбук, ориентируйтесь на 20-30 тысяч мАч И тут же не забываем, что чем больше емкость вашего внешнего аккумулятора Тем больше и его размер, и его вес Каждый ищет свой компромисс Ну а теперь следующее важное требование Выходной ток Итак, емкость пауэрбанка не единственный ключевой параметр Важна также сила тока на выходе Если емкость определяет, как много гаджетов может зарядить такой внешний аккумулятор То выходная сила тока, с какой скоростью эти гаджеты будут заряжаться Разумеется, чем выше значение этого параметра, тем процесс зарядки будет идти быстрее Кстати, из курса физики средней школы вспоминаем Что в параллельных цепях токи складываются Поэтому, если к пауэрбанку одновременно подключено несколько устройств Сила тока между ними распределяется И каждому достается ток меньше общего номинального, написанного в инструкции к зарядке Соответственно, заряжаться эти устройства будут дольше, чем если бы мы подключили что-то одно Обычно у каждого порта пишут максимальный ток, который он может выдавать И если этот ток меньше питающего тока, который требуется вашему гаджету Процесс заряда будет идти довольно медленно А если выходная сила тока на пауэрбанке больше требуемой для гаджета, не беда В смартфонах стоит система защиты и контроллер, ограничивающий ток заряда Так что ни перегрева, ни короткого замыкания не будет Делаем общий вывод Любым пауэрбанком можно зарядить любой гаджет Только бы разъемы подошли или переходники все уладили С помощью портативного аккумулятора, у которого выходная сила только выше Заряжать свои гаджеты вы будете быстрее Но и стоит такая модель будет все-таки чуть-чуть побольше Да, чуть-чуть не забыли На рынке есть пауэрбанки с функцией быстрой зарядки В характеристиках производитель указывает Обычно указывает поддерживаемые стандарты Quick Charge 3.0 или QC 3.0 Huawei Super Charge или Power Delivery и другие Продвигаемся по нашему видеоролику далее Следующее требование или интересный вопрос Как подключается пауэрбанк? Итак, во-первых, портативный аккумулятор Рано или поздно самого его нужно подзаряжать Для этого на нем обязательно будет один входной разъем Чаще microUSB Кабель для зарядки пауэрбанка идет в комплекте А вот что требует особого внимания Это количество выходных портов Благо вы не совсем чайник И с входным, надеемся, не перепутаете Когда этих портов больше одного Это хорошо Одновременно можно заряжать несколько гаджетов Следите только, чтобы разъемы этих портов Будь то USB или более современный USB Type-C Подходил к кабелю питания вашего смартфона Да, кстати, выходные кабели в комплекте с пауэрбанком продаются редко Предполагается, что вы воспользуетесь родным шнурком от телефона Если что-то не соответствует, понадобится еще купить переходник Хотя бывают особенно удачные предложения Даже с комплектными переходниками И опять-таки Чем больше выходных портов, тем лучше Но тем аккумулятор будет стоить дороже Некоторые модели пауэрбанков Равно как и некоторые модели смартфонов Поддерживают технологию беспроводной зарядки Если оба они встретились То наступает счастье Можно вообще обойтись без кабелей Идем далее по нашему видеоролику Тоже следующий очень важный вопрос Как долго заряжается пауэрбанк? Помимо выходной силы тока у портативных аккумуляторов Есть еще один важный параметр Входная сила тока От нее зависит, как быстро сам аккумулятор зарядится от сети Эта скорость обычно в разы меньше скорости С которой пауэрбанк заряжает телефон Современные внешние зарядки способны полностью заряжать Уже за 30 минут А, например, за 5 минут накопить столько энергии Сколько будет достаточно для заряда средненького смартфона Вот только понимайте маркировку правильно Бывает, что маркетологи красиво подают факты И пишут на упаковке пауэрбанка Пять минут зарядки Вот это обещание требует оговорки Имеется в виду, что пауэрбанк не зарядится до горла за 5 минут И уже тем более не зарядит за 5 минут ваш телефон Понимать это стоит так За 5 минут этот аккумулятор накопит заряда Достаточного для подзарядки вашего смартфона Еще одна полезная функция Это сквозная зарядка Когда пауэрбанк сам подключен к сети И может при этом подпитывать другие устройства Вот это нормальная фишка Скорость, с которой пауэрбанк заряжает ваши гаджеты Никак не связана с той скоростью С которой он сам заряжается от сети Помните про входную и выходную силу тока Ну и последний тоже правильный вопрос Пауэрбанк с каким корпусом стоит брать Итак, портативный аккумулятор может иметь пластиковый корпус, а может и металлический Первый меньше стоит, а второй больше весит Зато второй надежнее, особенно это важно при падении Если вы часто роняете технику, выбирайте модель с противоударной защитой А еще лучше также с защитой от пыли и влаги Некоторые модели имеют на корпусе солнечную панель Вы знаете мнение нашего канала по этому вопросу Ну игрушка, если честно Но некоторым это нравится И тогда частично можно подзаряжать Будет ваш внешний аккумулятор Просто от солнца в течение дня Оно и экологично, и экономично Ну вот как-то так Еще на корпусе может быть красивый дисплей или индикатор заряда Чтобы вам было проще ориентироваться между еще и уже Итак, друзья, закругляемся с теорией И в следующих наших видосах на нашем канале Мы будем кратко рассматривать довольно-таки интересные примеры пауэрбанков Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера Я надеюсь данная информация была вам полезна Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайки Смотрите наши еженедельные стримы С нами будет интересно